После указания главы города Адхама Акбулатова повысить доходность бюджета, чиновники всерьез озаботились его наполнением. С 2013 года предлагается повысить единый налог на вмененный доход для предпринимателей, а также налог на недвижимость для владельцев квартир, коттеджей и гаражей. Повысить ставку налога на вмененный доход чиновники мэрии намерены скорректировав один из коэффициентов. По федеральному закону муниципальные власти имеют право регулировать от нуля до единицы одной из величин, увеличивая или снижая ставки. По словам исполняющего обязанности главы департамента экономики города Игоря Веревкина, предпосылки к повышению были еще в 2009-м. Мы делали комплексный анализ. Этот анализ показал, что наша налоговая нагрузка, а по сути дела коэффициент К2, который установлен в городе Красноярске, фактически самый низкий. Везде он выше. Новосибирский, Омский, Томский. Он выше. А корректировка, которая планируется, а вы сами понимаете, что это все еще будет обсуждаться депутатами, они будут проверять, задавать вопросы и так далее. Увеличение произойдет примерно на 190 миллионов. Предварительно налоги вырастут следующим образом. Например, для парикмахерских ставка увеличится примерно на 14%. Для химчисток на 33%, для кафе на 40%. Предприниматель Жан Макартычан говорит, что единый налог на вмененный доход, проще говоря, ЕНВД, совсем не существенен. Для его ресторана в месяц он составляет около 6 тысяч рублей, при том, что рентабельность общепита по сути 200%. Бизнесу это значительно и не ударит. Сегодня ЕНВД составляет в бизнесе незначительную часть расходов до 10% от общих расходов. И то, что ЕНВД поднимется в среднем на 50-70%, это никак на бизнесе не отразится и не понесет. А городской бюджет может пополниться очень значительно, так как в город будут идти отчисления от сотни тысяч квадратных метров недвижимости по имененному налогу и бюджет значительно пополниться. Кроме повышения ЕНВД, еще одна инициатива Департамента экономики – увеличить имущественный налог, ставки которого не менялись с 2000 года. Предлагается ввести прогрессивную шкалу в зависимости от стоимости жилья. То есть, чем дороже квартира, тем выше налог. Сейчас при расчете учитывается инвентаризационная стоимость квартиры или коттеджа. А по данным чиновников, большинство горожан, а именно 80% овладеют имуществом, которое стоит по документам менее 300 тысяч рублей. Они повышения не почувствуют. Размер налога увеличится на 3 рубля в год. Коснется повышение 957 человек. Именно столько в городе жителей, имеющих дома и квартиры, с инвентаризационной стоимостью выше 5 миллионов рублей. Для них налог увеличат в 6,5 раз. Директор риэлторского агентства Алексей Лагутин считает, что инвентаризационная стоимость может в ближайшее время сравняться с рыночной. Не получится ли ситуация такова, что сегодня это на уровне города будет принято, а потом инвентаризационная стоимость плавно-плавно повысится? И если сегодня под этот налог попадает 995 семей красноярских, сверхбогатых, как таковых, то это один вопрос. А что не получится ли так, что через год под этот закон попадет 30% красноярцев? Или 70% красноярцев? Ведь при средней стоимости в северном двухкомнатной квартире в районе 3 миллионов, а написано там сейчас, что от 3 миллионов до 5 миллионов налог будет около, по-моему, 1%, то это порядка 30 тысяч рублей в год. Повышением налоговых ставок чиновники намерены увеличить поступление в бюджет. Приоритеты куда потратить собранные из предпринимателей деньги уже выбраны. Елена Бурасова, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости. Продолжение следует...